Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. 17 часов московское время. Здравствуйте, дамы и господа, в эфирной студии Роман Шахов. Александра Хайрулина. Спасибо, Рома. Друзья, мы очень рады и счастливы сообщить вам сегодняшний концертный зал имени Маргариты Позаян. Привет, друзья, привет. Привет, дорогая наша. Мы очень скучали, очень ждали и рады твоему визиту. Отдельное спасибо, что ты сегодня с бэндом не одна, поэтому, конечно, сразу просим тебя представить, кто тебе сегодня помогает. Сегодня мои бравые ребята. Во-первых, здравствуйте. Я безумно рада и я действительно тоже очень скучала по вам. Всегда с удовольствием прихожу на страну FM. Сегодня со мной мои ребята. Это можно так просто Саша, Паша и Никита. Саша, Паша. Если ребята не против, то да, Саша, Паша и Никита. Я думаю, они будут против, это же их имена. Друзья, ну, теперь все понятно. Абсолютно живой концерт, абсолютно прямой эфир и замечательные поводы для нашей встречи. Начнем, наверное, с самого-самого такого ближайшего. Это концерт, это возможность для твоих поклонников оказаться на мероприятии, послушать чудесные песни, премьеры, новинки. Расскажи, пожалуйста, где встреча, во сколько, к чему готовиться. Ну, мы сейчас все вместе дружно готовимся к действительно приятному событию. Концерты для меня это всегда радость. Поэтому 2 ноября, друзья, запишите в ресторане Винтаж 77 пройдет мой сольный концерт. В 20.00 сбор гостей, но вы не затягиваете. Лучше пораньше, конечно. Конечно, конечно, это всегда понятно. Зарятиться настроением и, в общем, классно провести время, отдохнуть, не знаю, надеюсь, насладиться хорошим музыкой. Марго, дорогая, что будет в программе? Новые хиты, да, какие-то, которые мы еще не слышали никогда? Только расскажи, премьеры ли будут? Сейчас, конечно, я работаю над новыми песнями, и вот одна как раз буквально совсем недавно родилась. Я не знаю, успею ли я ее сделать к концерту, но те песни, которые вошли в альбом, который не так давно, в общем-то, вышел, и слушатели еще, в принципе, наверное, не особенно насладились ими в живом исполнении, вот они как раз смогут их послушать на моем концерте 2 ноября. Приходите, друзья, все подробности у Маргариты в Инстаграме есть. Во всех соцсетях. Во всех соцсетях, ищите, ловите, самое главное, подписывайтесь, если это вы еще не делали. Что касается альбома, я так понимаю, как раз, что сегодня небольшая презентация уже вышедшего от твоего альбома, с которым мы тебя искренне поздравляем и благодарим. Но есть информация, что уже готов англоязычный альбом, и это вам уже не шуточки. Это международный уровень. Конечно. Я хочу тогда оговориться, потому что изначально я начала писать именно англоязычные песни. То есть мое творчество, так скажем, началось с иностранного материала, который, ну, естественно, авторского, песни, которую я писала сама. Только позже уже, даже, наверное, после проекта «Голос» я осознала, что все-таки, живя в России, это, ну, наверное, моя прямая обязанность писать на русском, чтобы любой человек, живущий в России, мог понять то, о чем я пою. Ты думаешь, что ты просто отшлифовывала свое мастерство, как раз работая над англоязычными песнями. Да. Ну и что теперь? Ты поняла, что уже можно, уже россияне как-то подучили иностранный язык, они уже готовы к восприятию. Да, некоторые даже уже знают мои песни, подпевают в концертах. И знают переводы. Ну да, сейчас, в общем-то, возможность такая есть. Да, я подумала, что неплохо было бы, в общем-то, вторым номером, так скажем, потому что первый альбом называется «Номер один», а вторым номером можно, в общем-то, выпустить уже и англоязычный альбом. Вот, кстати, сейчас как раз у нас такой идет дебат, идут на тему, а может быть, EP, может быть, по очереди дозированно выпускать. А очень многие сейчас делают так. Ох, этот маркетинг, да, музыкальского мира, да. Ну, чтобы сразу все карты не открывать, тем более, что песни очень разноплановые получаются. Потому что и написаны они в разное время, и они по настроению какие-то более роковые, какие-то такие R&B-баллады, и что-то такое прифанкованное. То есть есть, в принципе, здравый смысл разделить их на такие EP по тематическому направлению. А я самое главное понимаю, что вот поклонникам-то, да, и любителям голоса Маргариты, им абсолютно все равно, ну, какара же, зачем такой подход? И ты по тематическим, пусть просто выпускает, поет и поет и поет и дарит нам в удовольствие свои песни авторские. Что мы сейчас послушаем? Нам пора начинать музыкальную часть эфира. И мы с удовольствием споем песню «Somebody Tell Me». Я ее презентовала уже как-то однажды на «Страна.ФМ». Я думаю, с удовольствием мы сегодня повторим ее в прямом эфире. Отлично! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну так что хорошего тебе осень подарила? Ну я понимаю, да, концерт предстоящий, да? Может быть, чем-то еще порадовала? Поделись Осень подарила мне буквально в сентябре месяце Мы сняли второй сезон проекта «Во весь голос», который вот уже стартует в ноябре И ты наставница команды Армении Да, ты помнишь Конечно Ну, в общем, это уже такая традиция хорошая, да? Тебе в роли преподавателя, даже наставника Это значит почти и продюсера, я не знаю, там какие-то невероятные Ответственность такая, да, на тебе Ну вот да, скорее, наверное, я такой идеолог в нашей команде То есть я человек, который мотивирует, человек, который направляет И моей задачей является подобрать правильные слова Для того, чтобы, во-первых, сплотить команду Не обидеть Ну нет, слова в моей команде, ребята, талантливые Я думаю, что и ты не способна просто на это даже Нет, совершенно точно И они такие все милые Это просто невозможно Они совсем маленькие Им от 13 до 17 лет Такой возраст очень трогательный Они смотрят глазками, такими вот хлопают У меня сердце сжимается просто при виде вот такой искренности Главное, что они на тебя смотрят, как на абсолютную богиню И внимают каждому Вот это важно, да Уважение, конечно, это очень важно Которое останется потом на всю долгую жизнь И человек либо окрылен будет Либо как-то совсем-совсем-совсем потеряет надежду Это такой опыт и для нас, и для меня, и для меня Но это же сложно вот говорить, например, что один поет хорошо, а второй, может быть, не так хорошо Вот в этом случае нужно правильно подобрать слова Помоги нам, пожалуйста, какие слова подобрать, если человек поет отвратительно Ты же ему можешь сказать, а как сказать? Вам нужно позаниматься Нет, если человек взрослый, я так ему скажу Не надо петь Ну, если это маленький ребенок, конечно, здесь Ну, во-первых, я же сама отбирала ребят У меня был кастинг То есть вся команда, ну, твоей ответственности была, да? Конечно, конечно, да, все это присылалось Но это же и возможность заработать еще очень хорошее в таком случае Но капейсни, Сашенька Ну-ка, ну киньте, очень богатые родители могут сказать Маргарита, дорогая, наш сынок не очень хорошо поет, но зато его папа очень много денег, поэтому как бы Мы настоятельно рекомендуем Я так еще не умею и надеюсь, никогда не буду этим заниматься, промышлять Да, ни в моей вообще, ни в моем стиле, ни в моей практике такого не было Молодец, ты речащий случай в таком случае Итак, когда ты сама отбирала ребят, каким образом это происходило? То есть ты отслушала огромное количество материала? Ну, достаточно, да, отслушала материала, выбрала ребят Задача такая, выбрать солиста, солистку и коллектив У нас случился такой вообще казус, потому что солист, на которого я делала ставку В общем, был моим козырем в рукаве, и в итоге он проходит на Евровидение, детское Евровидение от Армении И, конечно, сразу его забирают Да, и получилось так, а у меня коллектив с четверых ребят И мне просто необходимо было четырехголосие И в итоге одного приходится ставить как солиста, потому что уже все, билеты куплены А взять уже нельзя, да? Уже никого взять нельзя, да, к сожалению И вот вынуждены были так А вы же знаете, что такое, когда ребята поют в коллективе, это одно То есть солист, он солист по жизни, да? Конечно, конечно А человек, который поет в коллективе, он сразу теряется И, конечно, для него это было очень сложно Во-первых, он выучил песню за два дня на русском языке При этом практически не разговаривая по-русски То есть на армянском разговаривать Да Так, может быть, это как раз был тот данный шанс небесами И все не случайно, конечно, воспользоваться Ну, в этом возрасте сложно, конечно, да Я считаю, что это, безусловно, шанс И здесь, в общем, либо ты его Либо ты ухватил птицу счастья за хвост, либо нет Но не буду ничего говорить Смотрите, проект действительно интересно захватывающий Я хочу еще вот что у тебя спросить Ты, конечно, невероятное количество музыки слушала за жизнь и слушаешь Не только зарубежной, но, безусловно, и российской На всех языках мира, разумеется, так Уже и с детьми есть большой опыт работы, сотрудничества, наставничества Удивляют ли тебя на сегодняшний день какие-нибудь люди? Дети ли это талантливые? Или, может быть, артисты все-таки? Или ты в каждом сразу слышишь Ну, это уже было Ну, это тоже средненько Ну, это да, хорошо, но я тоже так умею Я не разучилась еще удивляться Да, и слава богу Но я, наверное, отчасти все-таки есть во мне вот этот скептик И такой иногда подчас зануда, который вот Ну, я очень критично отношусь По крайней мере, что касается моей профессии И очень много нахожусь на различных конкурсах Буквально так давно прилетела из Краснодара Но, честно вам скажу, ребята очень порадовали Там были коллективы, которые играли рок, играли живой А это был Краснодарский край, именно, да, на Среде? Маргарита, скажи, рок-н-ролл жив? Краснодарский Краснодарский, да Краснодарский из Новосибирска, да Прекрасная смесь, слушай Друзья, мы прерываемся ненадолго Оставайтесь обязательно с нами Дамы и господа, мы сегодня ведем беседы о музыке и жизни с Маргаритой Позаян Сегодня она пришла не одна, а сегодня артисты Которые, кстати, вот здесь даже что-то настраивают во время концерта Ну, это нормальная история, потому что прямой эфир, живой звук И это даже, мне кажется, добавляет такие свои определенные красочки Самое главное, друзья, вы должны помнить про 2 ноября Про ресторан «Интаж 77» Отправиться на концерт, презентацию, новую программу «Маргарита Позаян» Там будут песни и на русском языке, и на английском языке На каком еще, Маргарита? Ну, на армянском На армянском, да? Обязательно А то, что на армянском ты исполняешь, это тоже авторско Или все-таки народные какие-то, написанные кем-то уже из армянских композиторов, авторов? Ну, в своих концертах я исполняю, как правило, свои песни одну Авторскую, да, но одну, пока только сестра по духу Есть в моем репертуаре, но не скрою, я также работаю над армяноязычным репертуаром Потому что понимаю, конечно, что мои земляки, ну, земляки, как сказать-то правильно Земляки, да? Земляки все равно, конечно Да, земляки, да, они хотят слышать от меня песни на армянском языке И я все-таки, мне кажется, я считаю своим долгом перед ними и перед Родиной своей Смотри-ка, а вот есть альбом на русском языке, на английском скоро будет, может быть, и на армянском со временем? Вот прям альбом не обещаю, не уверена, что... И пи Как мы уже решили, да, сегодня Ну да, может быть, и пи, да Кстати, у меня, я забыла сказать, что в концерте у меня-то еще спецгости будут Да, и вы сейчас узнаете об этом первыми Так, 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 так Да, у меня будет такой армяно-грузинский спецназ Так, рассказывай подробнее Да, в концерте примут участие просто великолепная певица, джазовая певица Да, вообще, мне кажется, ей все под силу Этери Беряшвили Ух ты! Вот, также будет выступать Март Бабаян С которой у нас, кстати, песня «Было или нет» есть дуэтная Тоже мы ее написали совместно И прекрасный тоже московский грузин Нодар Реви Так что вот такой несумышечный порядок Слушайте, потрясающий совершенно состав И посетить нужно непременно Поторопитесь, зайдите на сайт Ресторан, посмотрите с билетами По номиналу, выходите по номиналу И прям сразу смотрите, там все есть Да, ну а мы уже готовы к тому, чтобы прослушать следующую песню Что это будет? И вот мы уже говорили сегодня про птицу счастья И я думаю, что логично будет спеть песню «Секрет» Сейчас вы услышите «Почему» Хорошо Когда я рядом с тобой Я боюсь пугнуть птицу счастья Ты своей сильной рукой от меня отвел все ненасти Заставил сердце мое в новых ритмах биться Я не могу, не хочу повернуть назад, остановиться Мне бы обнять тебя, но нельзя Рассветы с тобой встречать, но нельзя Ты мое, да, среди сотен тысяч нет Мой самый, самый, самый главный секрет Мой самый, самый, самый главный секрет Не хочу больше думать, я выбираю сердцем Моя любовь к тебе, как кофе с острым перцем Поцелуи твои Бурашками по коже Ответь мне, ну почему Ты стал мне всех дороже Мне бы обнять тебя, но нельзя Рассветы с тобой встречать, но нельзя Ты мое, да, среди сотен тысяч нет Мой самый, самый, самый главный секрет Мой самый, самый, самый главный секрет Мой самый, самый, самый главный секрет Мой самый, самый главный секрет Мой самый, 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 самый Секретные музыкальные материалы только что. И кто же откажется? Мне кажется, приходится отбиваться больше того, что не надо, перестаньте, чтобы не обнимаете все время. А мне кажется, поклонники все-таки деликатные. Согласна. Да, 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 абсолютно точно. Поклонники очень деликатные люди. Они всегда очень осторожны и в приличном общении, и в виртуальном общении. Очень деликатны, очень... С уважением. Я просто английское слово в голове. Да, да, да. Да, именно, очень воспитанные люди. Это наверняка связано, Ром, продолжим чуть-чуть эту тему, связано именно с твоей внутренней культурой, с твоей внутренней красотой. Потому что ты привлекаешь подобных людей только. Обсуждали этот момент тоже и в соцсетях в том числе, почему не пишут гадости, собственно, под постами. Ну не пишут, кстати, да, действительно. Наверное, все-таки мы отчасти свою публику воспитываем. А может быть, и, конечно же, безусловно, притягиваем просто таких же людей, очень близких по духу. И я думаю, что если человек настраивается на волну моей музыки, то наверняка он чувствует эти вибрации абсолютно положительные. Представляет ругаться матом, начинает читать книжки. Вот, кстати, насчет... Можно, да, сказать? Нецензурной лексики. Да, нецензурной лексики. Я бы сказала, что необязательно человек, который нецензурно выражается, он плохой изнутри. Потому что я знаю огромное количество людей, которые такие, они все положительные такие. Они вот на людях такие положительные, на самом деле так могут и подставить, и все такое. Поэтому, мне кажется, вот что касается... Главное, чтобы грамотно писать. Вот я уверена, из-за этого тебя тоже любят. Особенная категория, которая говорит, почему ты ругаешься все время? Говорят, ну что, Маргарита, поздно считает, что это нормально. Слушай, это люди, которые естественно выражают свои честные эмоции, Саша, понимаешь? Я здесь слово предложение. Марго, притягиваешь ли ты на встречи какие-нибудь фанатские вот этих людей интеллигентных? Бывает ли такое где-нибудь? Бывает, не часто, но бывает. Бывает, вот был у меня как раз в Мир Музыки есть такое очень музыкальное, так скажем, музыкальное пространство. И мы сыграли тоже с ребятами такой маленький акустический концерт, буквально там из пяти песен. И был мастер-класс, была встреча, в общем, все в одном. Мастер-класс, то есть... Да, мастер-классы, это прям вообще моя любимая тема. Ну-ка, расскажи подробнее. Мастер-классы. Ну вот я очень люблю, на самом деле, делиться своим опытом. Тоже не так давно был мастер-класс у меня в музыкальном училище эстрадно-джазового искусства. То есть это уже будущие профессионалы. Я считаю, да, вот мастер-класс, это действительно что у нас? Это повышение квалификации, да, если ты уже что-то умеешь. Ну конечно, это, например, Рома придет к тебе, я при себя уж не говорю, конечно, да, Рома. Это уже будет не мастер-класс, это... Это будет первоклассник в мире вокала, да. Эти люди, они очень внимательные, они действительно, им нужна та информация, которую я им выдаю. И они, в принципе, знают о музыке очень много. И они пришли в училище в то же самое, да, они каждый занимаются преподавателем. И, в принципе, самые такие вот азы они уже изучили. Но у них теория у тебя практика. Да, а я им могу в данной ситуации подсказать, во-первых, жизненные какие-то ситуации, которые были в моей жизни, как я с ними боролась. То же самое, я постоянно спрашиваю, как ты борешься с волнением перед выходом на сцену. И, по большому счету, какой-то определенной формулы нет. Но я при этом рассказываю, какие есть варианты, они уже примеряют на себя и понимают, что им больше подходит. Да, пробуют и выбирают, конечно. Какие-то вокальные хитрости, может быть, тайны, трюки, да, пусть будут трюки. Тоже об этом я им рассказываю. Им очень интересно. И вот до сих пор мне, кстати, пишут, по-моему, в сентябре у меня, в конце сентября был мастер-класс. Ждут уже, приходите еще. Да, 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 что очень понравилось. Я с удовольствием пойду снова. То есть, получается, самый распространенный вопрос, он связан с волнением. Как избавиться от него перед выступлением? Хотите по-честному? Первое, что меня спросили, а деньги вообще нормальные, можно зарабатывать в этой профессии? Понятно, ребята, потому что решаются. Я поняла, что я пришла туда, куда надо, в общем-то. То есть, ребята понимают, чего они... Они это искренне, искренне открыто и спрашивают. Да, да, не скрывают ничего, да. Что ты сказала им про деньги? Я сказала, что наша профессия, безусловно, абсолютно нестабильная, но когда ты понимаешь, чего ты хочешь, к чему ты стремишься, и ты делаешь то, что у тебя получается, ты понимаешь, что это твое призвание. Если у вас хоть на малейшую секунду возникло какое-то сомнение, что вы занимаетесь своим делом... Бегите, правда, бегите и ищите себя. О продвижении что-то ты им говорила, например, в соцсетях. Ну, раньше телевизор был, да? Да. Сейчас, ну, время интернета... Телевизор тоже? Ну, да. Кто может, у кого есть время... Телевизор еще есть, Роман, в порядке. Кстати, да, я его смотрю. Я очень люблю смотреть телевизор. Но, в основном, правда, фильмы. А, мы смотрим телерадиоканал «Страна.ФМ». И знаю, что зрители наши тоже сейчас сидят у телевизоров и приемников. И поэтому, пожалуйста, даже не шевелитесь, прям сейчас быстренько реклама, и мы вернемся. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущая Александра Хайрулина. И Роман Шахов. Друзья, концертный зал продолжается. Маргарита Позаян и ее веселые музыканты сегодня в нашей студии. Люди. Да, я думаю, так, ребят, еще никто не объявлял. Ну, смотри, позитивные люди, правда, свет улыбается. Веселые ребята. Ох, да. Но с ребятами будет возможность, ну и, конечно, с Маргаритой Позаян встретиться 2 ноября. Ресторан «Винтаж 77». И обелиськи, столики заказывайте. До восьми вечера приходите, будет интересно. Еще можно прийти, кстати, 3 ноября в Кремль. Пока не мой сольный концерт, но пока. Это премия, армянская музыкальная премия «Урарту», где я тоже буду выступать. И как раз твои гости, я думаю, да, которые будут у тебя на концерт со 2 ноября. Ну, они, возможно, да, плавно, просто со 2 на 3. Вы сразу переберетесь в Кремль. Да, по парам. Маргарита, а ты, надеюсь, за премии едешь? Или ты уже как гостья, которая, в общем-то, уже награждена всеми премиями и наградами, во всяком случае, армянскими? Ну, у меня есть. У меня есть очень дорогая мне награда. Премия «Ташир» за номинацию «Открытие года». Прорыв года, в общем. Ну, это самая крутая номинация. У меня такая нотка красивая, да, блестящая. В общем, да, я очень ею горжусь. Ну, в этот раз ты выступаешь как гостья или за премии едешь? Или неизвестно? Насколько мне известно, вроде как пока только просто выступать. Ну, это гораздо почетнее, кстати, говорят. Слушай, ну, до третьего есть время, там, может, что-то переиграется. Что мы сейчас послушаем? Сейчас очень трогательная и дорогая мне композиция. Называется она «Люблю». Как раз из нового альбома, совершенно свежая. Свежая. Замечательно. С пиложаром. А помнишь, мы раньше умели летать? Все в наших руках. Я тебе говорю. Ты верил мне, и я не могла тебе лгать. Ведь так беззаветно тебя я любила. Люблю. Люблю и сейчас, даже если нет смысла. До дрожи, до боли, до скомканных фраз. Пустые надежды, ушедшие дни. За счастьем в погоне, калины разбила. И если мне дорогу к тебе не найти, Зачем я тебя безнадежно любила? Люблю и сейчас, даже если нет смысла. До дрожи, до боли, до скомканных фраз. Как любят, когда даже солнца не видно. Когда ярче свет дорогих сердцов глаз. Люблю и сейчас, даже если нет смысла. До дрожи, до боли, до скомканных фраз. Как любят, когда даже солнца не видно. Когда ярче свет дорогих сердцов глаз. Когда ярче свет дорогих сердцов глаз. Потрясающе. Браво. Спасибо. Тонко заметила. Абсолютно. Это женская интуиция. Ее не проведешь, не подведешь. А поскольку ты сама сказала, что песня написана только-только-только, значит ли это, что вот как раз переживаешь сейчас какую-то любовную историю? Ну нет, наверное, это все было. Все-таки я это какое-то время переживала. Аккумулировала, да. Да. И, видимо, росли во мне вот эти чувства и эмоции для того, чтобы, не знаю, как там все это произошло, я не знаю, чтобы связь с космосом и мои внутренние переживания какие-то связали все в одно вот такой, в один клубок. И получилась эта песня. Потому что она была написана буквально вот сколько вот она длится, столько, в общем, ее мы и писали. Ну а пишется-то в итоге лучше именно в такие моменты, в такие состояния? Немножко грустные, печальки, нет? Нет, не только. Кстати сказать, по-моему, если я не ошибаюсь, да, следующая песня как раз, она написана, называется она «I apologize». Она написана вообще в прекрасных условиях, под солнцем, где красота, где море, пляж, пальмы. И, в общем, ничего не предвещало такого сюжета. А там, в общем-то, в песне поется, поскольку она в английском как раз заодно переведу. Я прошу прощения, что ты до сих пор не выходишь у меня из головы. Ну, я чувствую, что ты все еще меня любишь. Ну, то есть такие вроде как ушедшие чувства, но которые хочется притянуть. Хотя в жизни все было прекрасно и любимо было, и все замечательно. И никаких даже не было предпосылок таких переживаний. А давайте-ка мы ее послушаем сейчас. С удовольствием. Можно танцевать. Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 на танцы где вы ходите просто все парни сейчас смотрят слушать и он преподавал просто танцы мы первый раз пришли потанцевали на второй день таки переглянулись очень очень подходит до предложили он с удовольствием согласился и посидеть мы дружим замечательной помогла ли тебе здесь твоя интуиция знаменитая да да она всегда очень хороший очень хорош и в огромном удовольствии мы его смотрим смотрим он не дает так что ну а подобран уже герой для нового клипа нет 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 еще есть еще просто очень на самом деле тяжело сейчас пока совмещать сейчас новогодние праздники я вот просто караул кричу да потому что впереди елки и что делать конечно как это все и и вот то есть я уже переживаю что не придется ли нам на весну переносить я хотел спросить когда это да 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 вот сейчас как раз думаем как лучше взять потому что впереди и зима вроде как а потом эти еще новогодние каникулы продолжать о чем мы речь все же хотят отдохнуть а то и два будут отсутствовать это я не могу себе особенно отпуск позволить а вот такие люди они все вот я назначил меня отпуск до свидания не знаю и все и клип без режиссера не снять то есть потому что режиссер может себе такой позволить я не знаю может быть за вдохновением отправиться но это кстати как вариант я тоже может быть все таки отправлюсь за вдохновением когда-нибудь в теплые страны как поживает мама у тебя расскажи спасибо но мама же недавно отмечала день рождения спасибо огромное да мамочка буквально недавно отметила свой очередной день рождения и мы поздравили она прекрасно себя чувствует добром здравии она очень радуется за меня волнуется просто многократно она она конечно волнуется за всех своих троих детей что у меня еще младший брат и сестра вот на меня конечно достается главная порция или и от меня я не знаю как правильнее сказать то что публичный человек да и все время разъезда где-то на виду и же можешь успокоиться уже забери береги свое здоровье побереги себя но все у нас хорошо все все уладится уже ты говорю воспитала детей вроде не самых плохих все хорошо в общем как то так мамочку твою поздравляем с огромным удовольствием здоровья крепкого искренне желаем это здорово она смотрится слушает эфиры да ты мамой станешь ты может быть еще и покруче будешь своей мамы в этом смысле знает вот именно так что ты подумываешь когда подумывай когда делаешь замечание своей маме что хочется чтоб она себя берегла вот только поэтому мамочку лена зовут да мамочка лена большой привет да конечно передает страна fm мы тоже 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 в сервис аплодирует тоже огромный пламенный привет ну а что касается твоих младшеньких как у них дела обстоят они у меня все предели ребята вообще деловые такие сестра у меня но они кстати при том что прекрасно имеют и слух и голос оба у брата баритон шикарный сестра если вы так услышите где-нибудь записи подумайте я пою потому что очень похоже со всеми милизмами сидела ну вот они не пошли по этой по моим стопам так скажем наверное это и правильно меня брат с отличием с красным диплом закончил академии правосудия и магистратуру с отличием поэтому там все вообще понятно нормально все очень серьезно да да сестра тоже плешку закончила с красным дипломом то есть они меня все молодцы и все работают все предели так что за них я спокойно ну это прекрасно это же значит вот что пазаян в каждой области есть своя экономист и юрист в общем то что надо но если надо все могут собраться и хорошо спеть действительно вся семья очень поющие все можем пока семья где-то сейчас у тебя шанс спеть еще одну песню давайте давай еще раз да ты ведь счастлив и я это знаю мне нравится дышать с тобой будет сон читай мои мысли я разрешаю я разрешаю крепче держи чтоб знала это не сон я вырастаю и наполняю сердце дыхание нового дня прошлое тает прошлое тает выше взлетаем и и Встретим рассвет, для нас с тобой больше никаких запретов нет. Давай еще раз судьбе вопреки, попробуем воды нашей реки войти. Проводим закат и встретим рассвет, как будто запретов нет. Ты мой космос, а я твои звезды, яркой кометой сияют глаза. Да, я смешная, ты слишком серьезный, но чувствам доверились наши сердца. Я вырастаю и наполняю сердце дыханием нового дня. Прошлое тает, выше взлетает, удержи меня. Давай еще раз судьбе вопреки, попробуем воды нашей реки войти. Проводим закат и встретим рассвет, для нас с тобой больше никаких запретов нет. Давай еще раз судьбе вопреки, попробуем воды нашей реки войти. Проводим закат и встретим рассвет, как будто запретов нет. Запретов нет. Проводим закат и встретим рассвет, как будто запретов нет. Дорогие мне люди, у которых идет свет и тепло, я люблю с такими людьми обниматься, тактильные. Спасибо тебе огромное. Потому что всегда наполняюсь. Марго, дорогая, скажи мне, пожалуйста, проект «Голос» смотришь ли ты и сейчас? Вот отборы как раз идут. Интересен ли тебе проект после того, как ты давно выпустилась оттуда? После реформы, так скажем, да? Да, ну после перезагрузки, так скажем. И к кому бы ты пошла из наставников, если бы участвовала в этом сезоне? Я смотрю. Ну смотрю как, когда попадаю, либо я на самом деле попала-то всего один раз маленький кусочек, не удалось посмотреть. Все остальное так иногда выскакивает в Ютубе, в этих трендах. И бывает, что-то смотрю. Очень мне нравится, интересно, и есть, ну, принято говорить, персонажи, я бы так не сказала, наверное, тембра для меня. Я потому что очень чуткая такая, вот что касается тембров, красивых тембров, меня очень могут завлечь красивые голоса. И есть там прям ребята, даже мама сказала, говорит, я думала, что уже все, закончились таланты на Руси. Уже вроде все выступили, кто только мог. Нет, оказывается, все-таки, насколько талантливая у нас страна, насколько много красивых. Кому бы из наставников нынешних ты пошла? Ну, если сможешь ответить. Ну, наверное, здесь просто однозначно я бы, наверное, я пошла бы Константину Меладзе. И без сомнения даже, без всяких. Глубочайшее мое уважение к этому композитору, человеку, продюсеру и все-все-все. Ну, а что бы ты посоветовала, ну, с высоты своего опыта уже тем, кто приходит в голос вообще, кто хочет пойти или думает пойти, не пойти? Я могу только сказать, ребята, идите, безусловно, а советовать, не знаю, такие ребята смелые, отважные приходят. Хотя никого не спрашивают. В хорошем смысле, наверное, наглые даже, потому что настолько уверенные в себе, в своих силах, они прям приходят и взрывают счастье. Да, действительно, очень-очень громко, да, заявляют порой. Поэтому, а в принципе-то, ну, мне кажется, туда нужно идти именно таким, которые... Не боятся. Нет, те, кто действительно достоин там быть, мне кажется, что если ты, ну, такой середнячок унылый, ну, лучше не идти. А тебе было бы интересно занять кресло наставника на этом проекте? О, это было бы круто. Это было бы очень почетно. Было бы интересно. Да, да, да. Ну, я думаю, что ты бы тоже удивила и зрителей выбором программ, выбором песен, это было бы, наверное, что-то такое прям... Ну, и преподавательским мастерством, Саша. Ну, вероятно, да. Кстати, я бы, наверное, очень хорошо поработала бы там и над материалом. Есть что петь, и это наверняка были бы не только англоязычные песни. И наверняка не только твоего сочинения, наверное. Ну, безусловно, я не знаю даже, может быть, ну, я бы давала, нет, наверное, давала бы, тем более, что сейчас в последнее время очень много ребят поют мои песни в конкурсах, в госэкзаменах, ну, просто в госэкзаменах исполняют мои песни. В музыкальных училищах, да? Да, в музыкальных училищах, учреждениях разного типа, и это очень-очень почетно. Ну, значит, уже не за горами тот момент, когда они будут изучать ей на музыкальной литературе биографию Маргариты Позаян, да. Ну, я не композитор, я на самом деле не называю себя композитором. Но я автор песен, это, вот, на мой взгляд, немножко другое. Для меня композитор это достаточно широкое такое, вот, в широком смысле слова композитор, человек, который может там симфонию написать, да? Композитор-песенник, ну, хорошо, быть, по-твоему. У нас прям коротенькая реклама, оставайтесь с нами. Студия 89,9. Концертный зал. Друзья, это телерадиоканал «Страна-ФМ» Маргарита Позаян и ее музыкальный коллектив. Ребята, 2 ноября дадут концерт, приходите. Винтаж 77, начало около 20, но можно чуть-чуть пораньше прийти. Понятно, что количество мест ограничено, и лучше заранее позаботиться. Где билеты, Маргарита? По номиналу.ру. Ну, вообще, у меня в профиле ссылка, в шапке, в профиле, пожалуйста, шапка-ушонка такая, и в ней ссылка. Кстати, у нас сейчас будет музыкальный номер, что это будет за произведение, расскажи. Эту песню я очень редко, на самом деле, исполняю, исключительно в сольных концертах живых, когда вот с полным бэндом. Ну, и вот в акустике тоже, мне кажется, она должна прозвучать здорово. У вас впервые тоже исполняю, называется «Хэй-бой». Супер, премьера на стране «ФМ». Ура! Супер, премьера на стране «ФМ». 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 Я хочу тебя 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 Ну что я думаю, если такую песню спеть на выпускных экзаменах, Диплом сразу человеку вращается. Маргарита Пазоян. А на вступительных сразу диплом тебе выносят, друзья. Марго, это очень красиво. Спасибо. Я знаешь, что подумала, Может быть, ты когда-то задумывалась над тем, кто из зарубежных артистов мог бы исполнить твою песню? Точнее так, для кого бы ты не пожалела свою песню из зарубежных артистов? Ну, да, наверное. Я никогда, честно, не задумывалась об этом. Сейчас вот ты мне сказала. Да, да, в прямом эфире быстренько подумаем и скажем. Ну вот это может быть... Кто? 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 Они все замерли. А далеко не все просто справятся. Конечно, конечно. Может быть, Эмджей Блайдж спела бы. Мне кажется, она бы здорово ее сделала. И все? Ну, именно вот эту песню я сейчас представила, думаю. А еще песенки так вот твои кто бы мог красиво. Ну, на самом деле, ну, я бы, как сказать, люди, творчество которых мне очень нравится. Это, например... О, мне кажется, Пингвей, который ты спела бы, например, My Walking Away. Леди Гага. Я не знаю. Ну, конечно. Что, что, что? Да, да, все с тобой согласны абсолютно. Все машут головой, да. Ребята бы и подыграли, понимаешь, они чего. Вот, да, да, наверняка. В таком-то случае, да, разумеется. В таком-то случае я подпела бы даже. Ну, в общем, есть артисты, которыми я восхищаюсь, и которые очень здорово делают свое дело, и действительно знают, чего они хотят, и они знают, как этого добиться. И они все равно пишут очень красивую музыку. И вот как раз Леди Гага одна из тех, кто очень воодушевляет. Одна из тех. Ну, вот. Марго, общение с тобой... Которого не остановить. Если я себе уж что-то надумала... Одну дверь закрыли, а ты на каблучках в другую забежала. Ну, что-то в этом роде, да. Либо буду вот просто не в дверь так, в стену, причем не нагло. Просто так. С улыбкой. С улыбкой, да. Наверное, вот это вот ощущение, что я в правильном направлении движусь. И я знаю, чего я хочу от жизни, и в своей профессии, чего я хочу добиться. И мое, конечно, упорство такое. И, безусловно, здесь абсолютно совершенно точно мне просто повезло очень с семьей. Они меня всячески поддерживают. Это правда, да, это действительно очень важно. Нам, честно скажу, повезло, во-первых, что ты появилась на сцене российской. Во-вторых, нам очень повезло, что ты сегодня вместе с ребятами в нашей студии. Конечно, всем несказанно повезло, что очень скоро выйдет англоязычный альбом, появится новый клип, ну и, конечно... Концерты. Да, 2 ноября можно будет увидеть и услышать живьем Баргариты Пузен вместе с ее оркестром, с ансамблем «Винтаж-77». Позаботиться заранее о билетах, о столиках. Ну а 3 ноября в Кремль можно отправиться. Можно, да, на колоритную армянскую музыку послушать. Да, будет премия. А второго, кстати, у Маргариты тоже будут гости. Очень-очень высокие. У меня прям очень горячие гости. Толкливые. Да, Эстерия Беряшвили, Марта Бабаянна, да, Риви. Мои друзья очень ближайшие и действительно люди, которых я хочу видеть. Ну, люблю их. А мы очень любим тебя, правда. И пусть что-то ты себе придумала, сочинила, намечтала. Пусть обязательно исполняется. И не когда-нибудь долго, а прям поскорее, поскорее. Пусть исполняется, исполняется, исполняется. Спасибо огромное. А что у нас будет под занавес? Ой, ну вот под занавес как раз «СЛ» я исполню. Ту самую песню, которую выбрали мои дорогие почитатели моего творчества. Для съемки клипа. Для съемки клипа, да. А теперь мне интересно, что это под заклип. Солнечным лучом пробегу по краешку твоей щеки. А ты меня покрепче обними и к своей груди прижми. Мне так нужно ощущать на своей руке тепло твоей руки, чтобы просто знать. Как будто мы снова с тобой не знакомы. Я за стеной твоих сомнений, горю в огне, ищу спасения. Слова, а не только слова. Ты возродил меня из пепла, я от любви к тебе ослепла. Если не с тобой, где искать мгновенья радости темной? По твоим следам, как путник одинокий, я бегу, постой. Я за стеной твоих сомнений, горю в огне, ищу спасения. Слова, а не только слова. Ты возродил меня из пепла, я от любви к тебе ослепла. Снова с тобой не знакомы, я за стеной твоих сомнений, Горю в огне, ищу спасения. Один только словом, ты возродил меня из пепла. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ